Доктор Парадокс Игру, в общем-то, делала не та студия, которая разрабатывала первую часть То есть здесь Frictional Games выступает только в качестве продюсера, издателя и творческого вдохновителя вроде как А саму же игру разработала The China's Room, известная по модификации Half-Life, впоследствии переросшая полноценную игру, D-Restor Ну, в D-Restor была крутая атмосфера, и в этой части Амнезии тоже обещают более крутую атмосферу, чем в первой части Так что и D-Restor мне, в принципе, понравилось Так что, может, это даже будет и на пользу игре Потому что я считаю, в первой части всё-таки... Там, конечно, была крутая атмосфера, ничего не скажешь Но ближе к середине игры как-то с этим монстром сильно зачастили Он уже появлялся, блин, каждую минуту Понятно, что Survival Horror, все дела, но как-то было уже не так страшно Я, правда, конечно, до конца игры боялся этого монстра очень сильно Но страх уже был не такой, как в начале, то есть страх перед неизвестным А здесь уже точно было понятно, кто это, что от него ждать и как от него прятаться Поэтому, может, если здесь будут напирать на большую атмосферность всю игру То, может, получится даже лучше Ладно, в общем, давайте начинать Новая игра Вот это сделано как в первой части, кстати Меню, в общем Несмотря на все недостатки, я, конечно, очень полюбил первую часть Амнезии То, что я говорю, лишь бы не испортили Лишь бы было хотя бы как чистая первая часть Тот, кто превращается в животное, не может быть Забавляется от боли быть человеком Сэмюэль Джонсон Кстати, вообще, вся игра Основана что-то на животных Очень сильно обыграна тема животных в игре Не знаю, каким образом, я вообще об игре, кстати, знаю мало Нет, это не берутся Ну, кухня-то, 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 кухня-то Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Ну хорошо Главный герой, кстати, так же, как и в первой части Ничего не помнит, то есть у него амнезия В принципе, если он что-то помнил, то уже как-то странно было называть вообще игру амнезии Чё, это вообще клетка, что ли? Кровать? Странно Библия В первой части, кстати, тоже часто довольно мелькала Библия Намёки такие на религию Так, записка 24 июня 1989 года 1900 Я вообще, если следовать описанию, у нас действие происходит в 1899 году Как это вообще тогда? Ладно Во снах я вижу человека в шкурах ягуаров, в перьях Он похож на забрызганного кровью святого Что изошло от сердца, явилось для нас смазкой Сокрушило зло тяжелую поступь и освободило всех нас Внутри моего лба поселилась зловонная жара джунглей В висках стучит, в черепе закипает кровь Такое чувство, что внутри есть что-то живое Проклятая крыса, гладающая мой мозг, прогрызающая путь наружу Даже опи не может заглушить её безграничный голод Я слышу, как мои дети играют на чердаке Но вместо любви меня переполняет ужас Откуда во мне столько отчаяния? Так, ладно Конечно же фирменная физика осталась, куда же без неё Также мы можем поворачивать предметы Круто Так, сейчас на мышке больше чувствительность сделаю Вот так, вот так получше Эти заметки теперь на джей, кстати Как в Outlast В первой части были на таб Я по привычке сейчас нажал Горячечные галлюцинации Я просыпаюсь один в наполненном тишиной доме Отсутствующий звук играющих детей напоминает тёмную могилу Которая призывает меня спуститься в землю Туда, где можно найти лишь трупы Неважно, мои дети зовут меня Я их не брошу Я найду их Похоже, хоть мы ничего и не помним Но какие-то воспоминания всё-таки проскакивают Ну, в общем-то, как и у Дейниэля Так Туалет Картина Не знаю, картину вешать в туалете как-то Но Я бы не стал Ой Так, это у нас наверх куда-то ведёт Так, здесь Замки, что ли, такие Что здесь Голова свиньи, которая везде фигурировала В общем, на всех постерах Ну, это маска Ну, видите, вот эту вот фигню на голову На всех постерах к игре фигурировала Ну, это явно вот по обстановке-то 1899-й всё-таки год Почему же записка из 1989-го? Почему меня интересуют кровати в клетках какие-то? Как животные, блин Опять же, животные, да? Что вообще происходит? Так, фонаря у нас нету Папа, папа, здесь Тихо Ну, что Мячик Спокойно Так, у нас закрыто Кстати, в первой части писали, что Не подаётся Здесь чё-то нет Тихо Звуки здесь, конечно, как и в первой части на высоте Это стоит отметить Это что, одежда, что ли? И опять маска свиньи Чердак и детская Но они спали на чердаке, когда были совсем маленькими Может, они туда спрятались? Я помню, что я настоял на этом, когда направлялся из спальни в кабинет Так, здесь Тоже закрыто Так, что я говорил-то Звуки, в общем, на высоте А Звуки Это очень важная часть, вообще В жанре хорроров Ими в большинстве своём и пугают всегда Так Из-за этих звуков мне туда совсем не хочется идти Кто-то ходит там Так, ну ладно, мы вроде детей своих Ищем Дети Тихо Откуда колыбельная? О Тихо Фонарь Кто там пробежал? Увидели? Оказалось, силуэт какой-то был Так Кстати Инвентаря-то, получается, нету, что ли? Как Подождите, а фонарь, чё Масло не нужно теперь? Если он бесконечный, то я обожаю разработчиков Бесконечный фонарь, если то В первой части такие проблемы были с этим маслом Так, вот это вот чисто взяли с первой Амезии Точно Даже модели чисто ставили Мой любимый молоток Взять его нельзя, жаль Так Дневник Эдвина и Еноха 11 октября 1899 года Вот это уже похоже наше время Папа сказал, что в этом году Рождества не будет Потому что он слишком занят Няня говорит, мы не должны его отвлекать Он так занят Утром он уходит, пока мы ещё спим Вечером мы часто засыпаем, не дождавшись его В саду мы нашли птицу со сломанным крылом Она сказала, что птица грязная и ударила её скалкой Когда все уснули, мы пробрались вниз по лестнице, чтобы похоронить её В саду была свинья Мы слышали, как она сопит Потом пришёл папа и сказал, чтобы мы быстро шли в дом Он был в ярости, но по-моему он снова плакал Кстати, видно, что письмо Записка ребёнком написана Такие рваные какие-то фразы, видите Стиль такой Кстати, здесь вот явно Получается Дети или один ребёнок Здесь прятался, видимо, или играл, или что Потому что вот этот вот проём Он-то легко пролизал У него Кружки здесь валяются И Библия Свечка, кстати, горит Здесь кто-то был недавно Раз она ещё не выгорела Так же, в общем-то, как в первой части Что? Не надо такого Какого фига, они сами качаются Ну что-что Атмосфера у игры, конечно По крайней мере, есть Офигенная Сразу можно отметить Так Здесь мы проходим Да Тихо Не качаются Больше Слава Богу Почему молотки не берутся? Минус у игры я нашёл Молотки не подбираются Мои любимые Сейчас пока что Монстров уже никаких нету Поэтому нормально Странно так ощущается ещё игра То есть механика вся та же Но Кто ходит? То есть сеттинг совсем другой В первой части В первой части Вроде Какое время-то там было Да, я уже не помню 14 февраля 1899 года Он сказал, что знает эти развалины Тип в поношенной одежде С лицом изъеденным Отвратительной болезнью Я перехватил его странный взгляд Мне показалось, что он хотел понять Как я узнал о них Едва удержавшись от того Чтобы отвесить ему затрещину за наглость Я улыбнулся И сказал, что в библиотеке нашей семьи Были занятные книги о путешествиях Безграмотный Олах не понял ни слова Но согласился стать нашим проводником Я сказал детям, что приключение Будет поистине невероятным Если те камни и правда скрывают Ожидаемые мной финансовые выгоды Череда приключений будет длинной Игра обыгрывает Не только тему животных Но и детей, что ли Детей и животных Пока что вообще нифига непонятно На самом деле Что происходит Что за замки вообще такие Так, хорошо спускаемся За окном, кстати Так же, как и в первой части Непогода опять Продолжение следует... Аааа, у тебя есть Один из этих замечательных Домартина-филлзов Нет, конечно, не мой любимый Это моё собственное Дизайн, профессор И все, что ты видишь Большое полезное Вы понимаете, что Курпус, где мне отправили Но они... Возвращаются Возвращаются Кто-то... Это так археолог, что ли Или кто, в общем Как будто музей Кто-то увлекался, что ли Культурой Ацтеков Или майя, может Или не разбираюсь В общем Этот самый Как называется Ой, твою мать Тихо Чуть меня не придавил Чё это было вообще Кто-то набьюст вот этот Эту маску опять Надел Кружьё какое-то Кто-то в покер играл На деньги Что? Тут кто-то ещё и оружием, кстати, увлекался Блин, по привычке хочется На этап нажимать всё время Комнаты плача Там, где мы оплакивали Смерть Лили Под оружием Которая бессильно Перед ангелами Не может вернуть её с небес Проверь за картинами Освальд А, кстати Освальд Это имя нашего Главного героя Там же, где Когда-то ты Подсматривала за ней В ванной Дети, должно быть Обнаружили эти потайные места И спрятались там Хорошо Под ружьём Это Там, что ли Которое мы ружьё видели Что это вообще было? Мы что, потайную проходку открыли? Так, сначала все ящики посмотрим Записка 7 ноября 1898 года Банк отказал в кредите Невежественные скоты По ночам, когда и дети И слуги спят И не слышат меня Я сижу один и плачу Любимая, как ты мне сейчас нужна? Они говорят, что я промотал Своё состояние Что, вложившись в эти новейшие машины Я погубил репутацию семьи Что? Мне стоило остаться мясником? Что значит две руки По сравнению со множеством других Что можно применять бесплатно Без устали Приспосабливая механизмы Ткацких станков и мельниц Но если банк не пойдёт навстречу Всему наступит конец Пусть только придут ко мне домой Клянусь, я убью их Убью их всех Возьму своё ружьё Ружьё За картинами нам сказали Тут, мать вашу, много картин Очень много А что? Подожди Просто офигенно Дверь закрыта теперь То есть нам нужно что-то здесь делать За этой картиной может А вот Да, я как и говорил По тайной проходу открыли Ой Твою Так, ладно Я просто на самом деле Почему всё время в хоррорах Детей используют Во всех фильмах Там ужас Знаете, да Замечали уже И это реально страшно Поэтому я Детей уже боюсь Звуки всё громче А чё тут рычаг-то делают? А, дверь открывают? Хорошо Эта эпоха Эта эпоха Эта эпоха Капец Ты Чё, узабоченный? Зачем ты За ним в ванной Подглядывал Причём даже фотографировал Чё это за рисунки Вообще Какие-то Больные Чё происходит вообще? Не, я обожаю Разработчику За то, что Ванарь Сделали Бесконечно Это же Фигеть Как круто Теперь Дети Кстати Бежали сюда Хорошо Банкет В честь лилии Четыре гладких шара Шара указывают На одну и ту же точку В небе Вытри свои брюки Дружище На них пот В перемешку с кровью И это неприлично По традиции Какие-то непонятные записки Между То есть Когда загружается Новая локация Причём В прошлой части Как раз таки Понятнее были Чем вот эти Причём Тихо, папа, come and see! Тихо! Большой зал. Мой собеседник говорит так, будто знает меня. Я сам вроде бы вспоминаю его. Мы как близнецы, разлученные после рождения. Разлученные после рождения. Наши судьбы непостижимо переплетены. Я будто утопающий, пытаясь выплыть на поверхность в собственном доме. Во тьме подо мной я знаю скрыто великолепная архитектура. Мне надо лишь отыскать вход. Так, здесь ничего нету. Нет, все двери под этими замками странными. ДАНИ! Ой, ой, ой! ДАНИ! ДАНИ! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дведи и трубы 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 мигающий свет классика жанра что вот твой мать ой твой мать что это а и а скоп 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 м м м м м м м м страшилка просалили сопя в ночи придет к тебе под дверь в переднике до самых до копыт глаза сверкают синевой локоны белые как мерзлая рука в снегу посреди зимы Как мёрзлая рука посреди зимы. И будет яблоки просить через открытое окно, лицо скрывая, но пронизывая взглядом. Коль завлечёт тебя изгиб её груди, тебя похитит, сердце вырвется, сожрёт. Похитит, сердце вырвет и сожрёт. А потом послушным будь весь год, дружок, вдруг Салли в ночь по яблоке придёт. Коль не знаешь, кто снаружи, дверь не трожь. Отца послушайся и дома посиди, иначе к Салли на зуб и в утробу попадёшь. Так. У меня нет никакого желания туда идти. Чё это за отваривающее было туда? Пробежала ты. Ладно, давайте на этом закончим первую серию. Ну что, по первым впечатлениям, конечно, игра офигенная именно своей атмосферой. Не разочаровывает. Но ощущается совсем по-другому, чем первая часть. Совсем. То есть из-за сеттинга, ну и как-то... Ну, видимо, вот сказалась как раз смена разработчиков. Та атмосфера здесь офигенная, но она другая. Как-то никак в первой части, чем-то она отличается. В общем, кто там ходит. Всем спасибо, что смотрели, увидимся в следующей серии. В общем, судить-то об игре, конечно, ещё рано. Но пока что первые впечатления хорошие. Главное, чтобы к середине игры опять всё не свелось. Просто к убеганию от монстра. Конечно, в первой части там сюжет был, все дела. Но мне кажется, я считаю, что всё-таки надо было не так часто как раз появление монстра сделать. В общем, такие дела. Всем удачи. Всем, в общем, спасибо, что смотрели. Увидимся в следующей серии. Всем удачи и пока.